Продолжение следует... Продолжаются бои в конференции Александра Панова. По-прежнему идет четвертый тур нашего соревнования на поле в красно-белой форме команда Мособлбанк и в форме преимущественно серого цвета Риан Новости. Ну, Мособлбанк мы сегодня уже на поле видели. Сражался он с русским винным домом. В этом сражении уступил, но по-прежнему является одним из лидеров турнирной таблицы. И проигрывать Мособлбанку сейчас просто смерти подобно. Что касается Риан Новостей, находятся они в турнирной таблице. Самое что ни на есть жизненной непростой ситуации. Вот так можно сказать. Потому что до настоящего соревнования команда очень здорово выступала, много побеждала. А в этом сезоне, конечно, результаты жизненные. Жизненные. На десятом месте. На самом последнем месте находится команда. Набрала она за 9 игр. Всего лишь 4 балла. Уж как мы все любим Риан Новости. Как мы восхищались всегда игрой команды. Но в этом сезоне что-то не ладится. Чего-то не хватает. Изменений в составе каких-то кардинальных не произошло. Вот, кстати, хороший сейчас момент был. У Риан Новостей. Так вот, изменений в составе кардинальных не произошло. А из перемен стоит отметить, но только что на поле стали выходить все команды не в пятером, а в четвером. Может быть, к этому рисунку игры пока команда не может привыкнуть. Ну, случается всякое. И, конечно, мы ни в коем случае команду не обвиняем, а только искренне надеемся, что снова увидим мы ту классную игру, которую видели в предыдущих сезонах. Ну, плюс Риан Новостям, конечно, не везет. По-прежнему игроки забивают нужные, красивые, интересные мячи. Победу почему-то обязательно из рук своих выпускают. Может быть, заигрываются в атаке, может быть, еще в чем-то дело. Ну, и по этому матчу мы тоже будем смотреть и делать своим определенные выводы. К моменту МОС Облбанка. Ну, вот почему Риан Новости сейчас пропустил. Хочется задать себе вопрос в свете рассуждений о причинах плохой игры команды. Почему? Знаю только сами Риан Новости. Ничто не предвещало беды и пропустило команда. Вот поэтому и проигрывает. О, какой момент. Что ж, конечно, заслуги комментировать всегда приятнее и интереснее, чем неуспехи. Ну, пусть дадут мне Риан Новости возможность покомментировать их достижения. Вот сейчас за штангу можно похвалить. Какой удар был замечательный. Еще можно сказать, что если бы был он чуть-чуть точнее, то не было бы шансов у галкипера. В общем, сразу появляется целое поле для моей деятельности. И поводы для похвалы в адрес Риан Новостей. Озеров не смог на перехвате этот мяч забрать. Борьба-то, конечно, абсолютно равная идет. Абсолютно равная борьба. А если бы не счет, то повеселее бы Риан Новости действовали. Сейчас пока немножко приуныли после пропущенного мяча. Еще одна потеря в исполнении Риан Новостей. Второй аналогичный мяч. Вот теперь совсем приуныли игроки. Так и хочется сказать. Озерову, капитан-капитан, улыбнитесь. Но, боюсь, не услышит. Может быть, улыбнется, когда трансляцию в записи посмотрит. Риан Новости у Главой исполняют. Первый тайм, напомню, до сих пор идет. Времени, конечно, много у команд. Но если таким образом главы выполнять, то и за час не отыграешься. Третий мяч пока не проходит. Может быть, немножко уверенности не хватает. Риан Новостям в собственных силах. Хотя должна быть уверенность, но выигрывали. Они много всего в свое время. Третий гол не пропустили. Риан Новости. В следствии собственной несобранности. Газаров. На брата сыграл Карен Газаров с мячом сейчас. Мослаблбан, конечно, не пытается тянуть время. Просто Риан Новости настолько отошли назад и обосновались рядом со своей штрафной, что ну куда атаку развивать? Только за пределы поля можно передачи делать. Там посвободнее. Вот Озеров сейчас в отборе бенча хорошо себя показал. У Риан Новостей момент. Защитник спасает. Ну, подбодривают сейчас друг друга игроки Риан Новостей. Надеются еще на то, что удастся забить нарушение правил. По одному фолу сейчас у команд. Озеро Степан, по-моему, в первом туре невероятный гол со штрафного забил. Может быть и сейчас нас удивит. Удивит. А здесь уже... Ох, какой классный удар. Я уже был готов, что здесь не удар, а розыгрыш мяча. Мозеров с какой задумкой побежал. Как будто бы открывается и даже в ладоши похлопал. Привлекая внимание на самом деле не своего партнера, а галкипера и игроков, которые стояли в стенке. Работает голова у ребят. Не часто такое увидишь. Молодцы. Вот Риан Новости. Вот за это хвалить можно очень долго. Ну что ж, 2-1 становится счет. И, как я уже говорил, все равно у Риан Новостей большое количество шансов отыграться. Сейчас в хорошем настроении они находятся. Забегали намного активнее. До конца первого тайма уже немного остается времени. Скорее всего, вся борьба развернется именно во второй 10-минутке. Пока ничего не понятно. Закончился первый тайм. Давайте немного отдохнем и дадим командам самую главную возможность. Продолжается борьба Мособлбанка и команды Риан Новости. Риан Новости пропустили два мяча вследствие своей несобранности. Просто проспали защитники действия нападающих. Но затем смогли забить один. Ну какой, насколько важный и по-настоящему красивый и заслуженный мяч. Во второй раз свалил Мособлбанк. Конечно, до 10-метровых при такой игре и при таком количестве фолов дело дойдет вряд ли. Но тем не менее, Риан Новости упустили. Моментище для того, чтобы счет сравнять. Да, Мособлбанк сегодня уже потерял очки. Газаров. Валера, настало твое время. 3-1 становится счет. 3-1 и автоматом шансы Риан Новостей уменьшаются. И самое главное, честно говоря, неприятное, что настроение ребят, конечно, ухудшается заметно. Да, если бы сейчас защитники могли отмотать время назад, то, конечно, на Газарове бы обязательно сфалили. Пусть схватили бы желтую карточку, но самое главное, эту атаку прервали. Здесь уже не спишешь на несобранность, на расслабленность защитников. Просто Газаров был лучше. Лучше, быстрее. Быстрее, выше, сильнее. Риан Новости пытаются контроль мяча показать. И получается это, в принципе. Когда Риан Новости пытаются играть от защиты, вот в прошлых сезонах это получалось здорово. В этом сезоне не получается совсем. В атаке команда смотрится намного лучше. Ну, как-то совсем не торопится возвращаться сейчас футболисты в свою штрафную. Если бы, мол, с облбанковцы быстрее мяч разыграли, то там можно было спокойно забивать. Сейчас Газаров проспал. Да, есть проблемы у команды, но все решаемо. Нет ничего невозможного. Это такой вопрос настроя, вопрос желания. Газаров, Валерий, с мячом. Правый фланг свободен. Ну, почему же не сделал передачу? Так же, как и Риан Новости хочет обхитрить всех. Мол, Соболбанк никуда не спешит. Да и свободных игроков просто нету. Совсем не было свободных игроков. Чушь никто не открывался. Конечно, определенный релакс – это хорошо, но надо релаксировать после финального свистка. Дальний удар в штангу мяч попал. Еще один удар, Карен Газаров. Здорово на воротах стоит. Снова Газаров. Ну, уже многие на месте голкипера бы высказали защитникам своим все, что думают они. Рано или поздно с такими ударами мяч залетит в ворота. Озеров сам ударил и хорошо ударил нацеленно. Рядом со штангой в итоге мяч пролетел. Газаров в одиночку троих решил обыграть. Факт перебор. Сфалили в итоге на нем. Пусть так. Второй фол у Реа Новостей. По фолам 2-3. Здесь Реа Новости тоже отстают. Еще 3-я Новостей. Молс облбанка равные только по количеству взятых тайм-аутов. 0-0. Кулаев ударил. Здорово ударил. Ну, по-моему, видел все вратарь. Ну, как-то уже без желания, по-моему, играют и те, и другие. Мособлбанк берет тайм-аут. Ну, по-моему, и до этого тоже команда отдыхала. Продолжается матч. В очередной раз Мособлбанк здоровый мяч прихватил, упустил. 3-1. Напомню, счет на табло. Реа Новости как-то взбодрились в тайм-ауте. Такое впечатление, что именно им он пошел на пользу. Ну, а Мособлбанк, скорее всего, совещался о том, что не надо никуда торопиться, не надо лететь вперед по осмысленнее в защите, по собраннее, ну и так далее. Думаю, весь разговор сводился к тому, что давайте спокойно дождемся финального свистка. Ну, а кто бы на месте Мособлбанка поступил по-другому. Два мяча преимущество достаточно комфортное. Удар плотный, Карен Газаров. Многовато у него работы, при том возникает она как-то ни с чего. Защитникам просто лениво ноги подставлять и другие части тела под удар. Поэтому Газарову приходится играть. Мособлбанк уже на вынос мяча играет. Да, уже исключительно от защиты играет Мособл. Исключительно от защиты. Не проходила передача. Ну, как ни крути, как ни пасуй, не проходила. Ария новостям, конечно, торопиться надо. До финального свистка уже немного времени осталось. И, конечно, так ошибаться нельзя. Ох, Тито пошибся. Контратака как? Контратака никак. Совсем никак. Ну, все равно Ария новости провел очень неплохой матч. Если бы не два пропущенных мяча в самом начале поединка, то равный счет бы был. Ну, это уже не равный был бы счет. 4-1 на табло и финального свистка уже ждут, наверное, и те, и другие. В общем, Мособлбанк сегодня очки в матче с русским винным домом потерял. Здесь предсказуемо набрал. И продолжает команда бороться за лидерство в турнирной таблице. Правда, сейчас, конечно, борьба будет еще более напряженной. Да, и те, и другие уже ждут финального свистка. Да и мы тоже, потому что впереди матчи интересные, матчи непредсказуемые. Обязательно их, дорогие друзья, в прямой трансляции или в записи посмотрите. Продолжение следует... Продолжение следует...